Смотрите в этой серии. Центр санитарно-эпидемического надзора мобилизован для борьбы с одним из самых сложных случаев его практики. Неизвестный убийца губит людей. У всех пациентов были абсолютно одинаковые симптомы, никто не понимал, что происходит. Казалось, будто это мы лишаемся рассудка. Когда появились клинические признаки, мы могли только надеяться на разговор. Инфекционное заболевание было чрезвычайно смертоносным. Исследователи спешно занялись изучением неожиданно вернувшейся одной из самых смертоносных болезней в истории человечества. Смотреть мне это было страшно. Я помню, еще в учебнике видел фотографии больных воспалей. У нас было то же самое. Это было не случайное явление. Настоящий ад повсюду. Сколько людей заболело? Как быстро болезнь распространяется? Сколько людей еще умрет? Попав в США, болезнь здесь остается, не появляясь вновь. Смертоносная эпидемия. У человечества есть невидимые микроскопические враги, единственная задача которых проникать в наши тела и уничтожать нас. Врачи, ученые в центрах санитарно-эпидемического надзора должны всегда быть на шаг впереди любых мутирующих болезней, постоянно работая над поиском новых средств защиты человеческого организма. Новый вирус может напасть на человека совершенно незаметно ни для кого. Джошуа Хайталер, 17-летний старшеклассник, жил в городе Гилвери, штат Техас. Но в отличие от своих сверстников, он не мечтал о новой машине или участии в футбольной лиге колледжа. Джош мечтал о новой почке. Он ждал своей очереди. И удача ему улыбнулась. Нам позвонили в 2 часа ночи и сказали, что у них есть почка для него. Если ему это нужно. И я ответила, конечно же, нужно. Семейство отправилось в Дэлос. Через 12 часов его забрали на трансплантационную операцию. Все прошло удачно. Несколько дней Джош восстанавливался в палате с двумя другими рецепентами того же донора. Как и Джош, Шеребикс получила новую почку, Джим Мартин — новую печень. Пациенты втроем отпраздновали 18-й день рождения Джоша. Мы устроили ему сюрприз на день рождения. Они хорошо повеселились, ели праздничный пирог, сыграли в карты. Телевизор посмотрели. В общем, вот так. Но вскоре состояние Джоша радикально изменились. Мы подумали, что он лишился рассудка. Ночью посреди сна он мог начать смеяться, а потом снова засыпал. Еще он просыпался и кричал, плакал. Иногда просыпался, хватал меня за руку и говорил мне, «Мам, что-то со мной не то. Что-то происходит». Джоша переведили неинтенсивной терапией. Состояние его стремительно ухудшалось. У него начались припадки и судороги. Врачи зафиксировали сильный отек мозга. Мне сказали, что все очень серьезно, и он вряд ли выживет. Терапевт поместил Джоша в искусственную кому и подключил к приборам жизнеобеспечения. Мне сказали, что его интубировали. Я тогда еще не знала, что это означает. Его напичкали трубками, соединенными с каким-то аппаратом. Тогда-то и начался наш кошмар. Только узнав грустные вести о своем сыне, Дженнифер подверглась другому потрясению. Она обнаружила, что в отделении интенсивной терапии привезли еще одного пациента с такими же симптомами. Это был Джим Мартин, получивший печень от того же донора, что и Джош, получил почку. У Джима был гепатит С, которым подхватил его в Германии. Его состояние было столь тяжелым, что врачи прогнозировали его смерть всего через месяц, если не удалось бы сделать пересадку. Джим получил спасительную трансплантацию. После операции он, как и предполагалось, начал выздоравливать. Но в первую же неделю его состояние тоже начало ухудшаться. Меня позвали посреди ночи, сказав, что у него началось безумие. Он не может контролировать приступы ярости, и мне нужно пойти туда, иначе его придется привязывать. Я поднялась к нему в палату, как раз когда он вынул свой катетер, устроив в комнате бардак, и начал кричать мне ужасные слова. Он раньше меня так не называл. Через четыре дня после трансплантации Джим начал жаловаться на зуд. Он говорил, что по нему будто ползают муравьи. На пятый день он впал в комнату. Когда Джим впал в комнату, врачи сказали, что его нужно подключать к этому ужасному славу. Мне этого, конечно, не хотелось, с одной стороны, но с другой стороны, и я хотела, чтобы мой муж вернулся. Для этого надо было выяснить, в чем дело. Джим Мартин и Джош Хайтауэр погрузились к кому, находясь в отделении интенсивной терапии. И всем я ожидал еще один шок. Шерри Биксе, третий рецепент, находившийся в одной палате с Джимом и Джошем, тоже поступила на интенсивную терапию. Ее подключили к приборам жизнеобеспечения. Мой разум наводнился тревожными мыслями о том, что происходило нечто странное. Я даже побежала в приемную и стала кричать, что происходило нечто странное. Джим, Шерри и Джош практически одновременно попали в отделение интенсивной терапии с одинаковыми симптомами. Я громко кричала об этом, потому что знала, что это не реакция на лекарства или отторжения. Я кричала, это из-за донора, нужно проверить донора. Это было явно не случайное совпадение. Врачи немедленно приступили к исследованию всех трех пациентов. У всех пациентов были совершенно идентичные симптомы. Они сделали им томографию, анализы крови и все другое. Что только можно было. Но результаты анализов не показали ничего. День за днем семьи Джоша Хайтауэра, Джима Мартина и Шерри Биггс посещали свои вольных родственников. Надеюсь получить хорошие новости. Это очень больно. Каждый раз получать на вопрос о состоянии ответа мы не знаем. Мы провели в больнице три с половиной недели, напуганные до смерти. 7 июня одну семью постигла трагедия. Утром в понедельник я собиралась пойти проведать сына. Но двери в коридор, где была его палата, были завлакированы. Меня не пускали. Мимо меня прошел священник. А потом из отделения вывезли аппараты. Жизнеобеспечение. Я начала кричать и плакать. Я не знала, были ли это те аппараты, которые поддерживали жизнь Джоша. Когда я увидела, как Тереза выходит вся в слезах, сразу все поняла. Джим умер за три дня до нашей 21-й годовщины свадьбы. Не лучший предпраздничный подарок. Когда он скончался, оставаться в больнице у меня причем больше не было. Я не знала, что случилось с Джошем и другими пациентами. Через два дня после смерти Джима умерла Шерри. Я была очень напугана. Ответов мне никто никаких не давал. Двое пациентов умерли. Чтобы появились хоть какие-то шансы спасти Джоша, врачи должны были выяснить, что убило Джима и Шерри. Они делали пункцию спинного мозга и все, что только можно сделать, чтобы выяснить, что происходит. Врачам не удалось самостоятельно установить причину смерти. И они решили связаться с Центром Санэпидемнадзора. В Центре работает 14 тысяч сотрудников, разбросанных по всему миру. Почти 9 миллиардов составляет его ежегодный бюджет. Организация ничем не ограничена в ресурсах. У нас самая новая техника в сочетании с лучшими эпидемиологами, наделенными научной обознательностью. У нас работают вирусологи, бактериологи, паразитологи, специалисты по переносчикам заболеваний, ликопитающим и любым возможным патогенам. Мы, как никто другой, в состоянии лицом к лицу сталкиваться с неизведанным. Такой организации в мире больше нет. Образы ткани Джима и Шерри отправлены на анализ лабораторию патологии Санэпидемнадзора в Атланте. Именно там ткани изучаются на предмет наличия любых известных в мировой науке патогенов. Нам в лабораторию присылают образы ткани со всей территории Соединенных Штатов. В этот раз было подозрение на инфекционные заболевания, но никто не знал, что его вызывает. Пришлось начинать с нуля. Жизнь Джошуа зависела от ученых центра. Они начали круглосуточную работу. Мы работали и по выходным, и долгими вечерами, проводя всевозможные анализы на патогены, которые могли бы вызвать такие реакции. Но найти ответ не удавалось. Чем мы были полностью уверены, так это в том, что болезнь передавалась в пределах больницы. Заражено могло быть что угодно, инструменты, к примеру, или руки медработников. Это пугающие выводы. Ведь в медучреждении находилось множество других пациентов. Ведущие ученые центра не представляли, что явилось причиной двух смертей в Доносе. Это могла быть разбушевавшаяся смертоносная больничная инфекция или смертельный патоген, который дремал в организме донора. Экспертам придется применить все свое первоклассное оборудование, чтобы выяснить природу заболевания, прежде чем оно унесло еще больше жизни. Мы провели гораздо более обширные анализы, чем обычно. Еще один человек, пострадавший от болезни, с аналогичной симптоматикой, был все еще жив. Но мы ничего не нашли. Образы ткани не давали ответов на жизненно важные вопросы. Исследователи центра решили изучить органы донора в поисках отгадки. Известно было, что рецепенты получили органы от одного человека. Это его организм мог быть источником болезни. Нашу команду, состоящую из трех человек, отправили в тот город, чтобы выяснить все, что можно было выяснить. Донором был 20-летний мужчина из города Тексаркенл. В местную больницу его привезли 29 апреля. У него были конвульсии, кровавая рвота, обильное слюнотечение. Используя больничные записи, мы смогли довольно быстро составить общую картину того, что происходило в отделении неотложной помощи. Донор оборочился в койке, даже после того, как ему ввели успокоительные. Сознание он потерял в комнате неотложной помощи. Ему сделали компьютерную томографию головы, на ней обнаружились признаки кровоизлияния под паутинной области. Он употреблял кокаин и марихуану. Вскоре после смерти пациента врачи заключили, что причиной ее стало кровоизлияние в мозг, вследствие передозировки кокаина. Его органы были извлечены для целей донорской трансплантации, которую тем же днем сделали трем пациентам. Наркотики выводятся из крови за сутки. Ученые центра сразу отказались от версии причастности кокаина к смертям в Далласе. Вопрос заключался в том, что же в действительности убило донора. Мы искали образцы ткани донора, что-нибудь, что могло бы до сих пор пребывать в больнице, хотя бы образец крови. Но ничего не осталось. А тем временем в Техасе врачи произвели еще одну компьютерную томографию головы Джоша. Меня и моего мужа пригласили в маленькую комнату. Нам сказали, что мозг нашего сына мертв. Спустя семь недель после того, как Джош получил надежду на нормальную жизнь, его отключили от приборов жизнеобеспечения. И он скончался. Тяжело просто стоять в стороне и смотреть, как угасает твой ребенок. Образцы мозговых тканей Джоша направлены в штаб-центр в Атланте для анализов. Результаты были шокирующими. Изучив ткани, мы поняли, что в них присутствуют следы инфекции, которые легко найти, но о которой мы даже помыслить не могли. И уж точно никак бы не догадались. Всего через день после похорон Джоша его мать получила опустошительно тяжелое сообщение от одного из врачей. Он плакал. Доктор очень расстроился. Он сказал мне, «Дженнифер Джош умер от бешенства». Я спросила в ответ, «Это был какой-то иностранный штамм вируса из Африки, например? Индии? Или откуда-нибудь еще? Это то, чего прививают собак?» Он ответил, что это как раз то, чего прививают собак ежегодно. Я поникла, начала плакать, рыдать буквально и негодовала. Почему они не обнаружили вирус? Бешенство, чрезвычайно смертоносный вирус. Он поражает центральную нервную систему. Часто его сопровождают приступы агрессии, чрезмерного слюноотделения, а также паралич. Если осуществить лечение немедленно, после укуса бешеного животного риска для жизни не возникнет. После укуса бешеного животного енота, например, полагается пройти курс профилактических уколов в том случае, если очевидно, что животное было бешеным. Но если симптомы уже начали проявляться, лекарства нет. Когда появляются клинические признаки бешенства, надеяться, остается лишь на чудо. Бешенство в большинстве случаев является смертельной болезнью, одной из самых смертельно опасных на сегодня. Теперь экспертам центра было понятно, что является причиной гибели пациентов. Нужно было срочно определить, сколько еще людей могли заразиться. Когда мы выяснили, что это бешенство, нам оставалось еще понять, как заразился донор. Центру санэпидемнадзора срочно потребовалось узнать, кто еще мог быть заражен. Разговор с обутыльниками донора дал первые подсказки. Нам поведали, что однажды ночью парню на грудь села летучая мышь, укусила его. Донор упоминал об этом укусе своим друзьям. Команда центра выехала в место жительства покойного донора со специальной аппаратурой ночного видения, чтобы определить следы присутствия летучей мыши. Эксперты обнаружили целую стаю. Чердак киши. В ходе проверки донора от донора мы обнаружили гнездо летучих мышей на его чердаке. Обычно эти животные являются переносчиками вируса бешенства в большинстве случаев. Исследователи взяли еще одну особь для исследования в лаборатории центра ее крови на предмет наличия вируса бешенства. Им удалось обнаружить тот же штамп, который убил Джоша Хайтауэра, Шерри Бигс и Джима Мартин. Исследователи были уверены, что нашли источник заражения. Но с разгадкой этой тайны возникла другая, еще более пугающая. Как органы зараженного бешенством донора допустили к трансплантации? У людей, подвижных передозировке наркотиков, нередко бывает очень агрессивное поведение. Неудивительно, что никто даже не подумал о бешенстве. Чтобы стать донором органов у человека, должен быть мертв мозг, но тело его должно дышать. Из более чем двух с половиной ежегодно умирающих в Соединенных Штатах людей для донорской программы горятся только 12 тысяч. Но изъять органы бывает сложной у них. Почти 20 человек ежедневно умирают, не дождавшись пересадки. Будучи здоровым молодым человеком, скончавшись, донор мог спасти множество жизней. Тереза Шаттер, эксперт по трансплантологии. Она не имеет отношения к истории с бешенством. Когда пациент может быть донором, его проверяют на все самые широко распространенные инфекционные заболевания. Проверяются его кровь и урина на наличие бактериальных инфекций. Но нарезы на наличие в организме вируса бешенства в Соединенных Штатах не проводятся. Почему мы не проверили донора на бешенстве? Потому что не было случаев излечения от него. Это всегда посмертный диагноз. Я постоянно думаю, через что же пришлось пройти моему сыну. Смотреть, как тот умирает от бешенства, это ужас. Доноры не проверяли на заражение бешенством, потому что это не широко распространено. На самом деле, шире, чем думалось. Думаю, многие считают, что такое с большой долей вероятности происходило раньше и произойдет еще. Через донорские органы может передаваться не только бешенство. Известны случаи подобного заражения восточно-нильским вирусом ВИЧ, гепатитом С и даже некоторыми формами рака. Исследовать донора на наличие тысяч существующих смертоносных заболеваний невозможно. Некоторые анализы занимают несколько дней и даже недель. А с момента, когда мы получаем согласие родных потенциального донора, до трансплантации проходит от 12 до 24 часов. Очень много рецепентов постоянно ожидают своей очереди. Трансплантация очень успешный метод лечения, но он не лишен риска. Чтобы исключить их полностью, можно разве что вовсе не вставать в очередь за органом. Для семейства Хайтавер уже слишком поздно думать об альтернативе. Каждый родитель беспокоится за свое чадо, опасаясь сообщения об автокатастрофе посреди ночи. А посреди ночи раздается обнадеживающий звонок. Грядущая операция может преподнести не только шансы на выздоровление, но и риск погибнуть. Через два года вспышка другого смертельного недуга поразила ничего не подозревающих американцев. В мире инфекционных заболеваний даже Центр Санэпидемнадзора не может предсказать, какой новый патоген проявит себя или когда печально известный убийца вернется неожиданно для всех. В 2003 году такая болезнь настигла жертв в их собственных домах. Шестилетняя Шейен Уилкинс была здоровой девочкой, подрастающей в штате Индиана. Она была очень подвижной малышкой. Она часто играла с животными, была настоящей баловницей. Но внезапно после дня матери Шейен заболелась сильнее, чем когда-либо. Шейен была очень сонной и на себя не похожей. Прямо-таки побелела. Мы не могли понять, что с ней такое. Какая-то сыпь и волдыри покрыли все ее тело. Я подумала, что это обычная скарлатина. При скарлатине у ребенка сильно повышается температура и возникает разноцветная кожная сыпь. Но болезнь Шейен протекала необыкновенно тяжело. Через несколько дней ее мать Тэмми тоже заболела. Болезненные, зудящие волдыри, покрыли всю ее кожу. Мои руки все были усеями. Ноги тоже и живот, от головы до пят, я вся была в пустулах. Шейен также покрылась ими. Вся семья встревожилась. Моей дочке было, очевидно, гораздо хуже, чем я. И отвезла ее в больницу. Когда ее уложили на койку, у нее начались конвульсии. Врачи полтора часа стабилизировали ее состояние. Они сказали, что если бы мы привезли ее хотя бы двумя минутами позже, они бы уже не успели ее реанимировать. Оказывая помощь девочке, врачи также заметили, что Тэмми тоже покрыта пустулами. Они взглянули на мою жену и увидели на ней такие же точно волдыри. У меня над бровью тоже был один. Я его раньше не замечал. Они не представляли, что это такое и что же делать. Доктора пришли к выводу, что семейство страдает от одной болезни, очевидно, заразной. Они сказали нам, мы уже связались с вашими работодателями и предупредили, что вы не придете. Нам не позволили покинуть больницу. Все, что было в нашей палате, было затем союзное и утилизировано. Это было ужасно. Комнату отделяла лишь стеклянная стенка, через которую все могли нас видеть, а мы могли только сидеть и смотреть на них. Ощущение было, будто мы обезьянки в клетке. В карантине состояние Шайен ухудшилось. Она потеряла сознание. Лихорадка усилилась до опасного уровня. У нее было 107 приступов за три дня. Никто не мог помочь ей. Ее подключили ко всем доступным приборам. Потуги врачей, наконец, принесли плоды. Диагноз был шокирующим. У нее по всему телу распространилась оспа. Пустулы раздулись и передавили горло девочки, угрожая ей удушением. Врачи сказали, что шансов на ее выживание мало и что домой мы ее вряд ли заберем. Когда врачи сказали нам, что мы не сможем забрать ее домой, это было неописуемое горе. И я такого ужаса еще в жизни не испытывал. Через три дня после прибытия в больницу Шайен впала в кому, а болезнь начала распространяться на других людей. Лисконсини другую девочку тоже по имени Шайен привезли в клинику у Матшфилда с такими же симптомами. В элдери на коже Шайен выглядели очень болезненно, похоже на норы. Страшно было на них смотреть. Она очень ослабо лежала пластом. Однажды она меня спросила, мама, я умру? На этот вопрос моя девочка ответить не могла, как и врачи. Это было самое ужасное испытание. Они постоянно брали у нее кровь на анализ. И я тогда сказала мужу, что лучше бы они забирали кровь у меня, чем у нее. Тами Каутсер сделала немыслимой. Чтобы заразиться тем, чем болела Шайен, она легла с ней в одну койку. И провела так всю ночь, крепко обнимая дочь. Так поступила бы любая мать, чтобы избавить дитя от боли. Там и заразилась болезнью. Врачи стали брать ткани на анализ из ее опухающих лимфатических узлов, чтобы не беспокоить Шайен болезненной процедурой. Когда к нам поступила Шайен, мы не подозревали, что где-то тоже произошли вспышки оспы. Пока Молли Хэнси из университета Висконсина не позвонила мне и не сказала, что в Милуоке тоже зафиксирован аналогичный случай, мы не догадывались об этом. Когда мы узнали, что это не единичный случай, забеспокоились все. Весть о распространяющейся болезни разлетелась по всему медицинскому сообществу. Анализы тканей лимфатических узлов Тэмми встревожили всех врачей. Это была вспышка оспы. Ученые из клиники Масфилда определили, что это ортопокс-вирус. Но чтобы выяснить, какой штамм обнаружен, нужно было обратиться в центр санэпидемнадзора. Самая смертоносная разновидность оспы — натуральная оспа человека. Но все думали, что человечество давно победило ее. Это была настоящая катастрофа. Сложно передать тот ужас, ведь оспы — это страшно. Опасаясь и мирной пандемии, врачи направили фотоснимки зараженных пациентов в учреждение эпидемического надзора в Атланте. Я чрезвычайно уважаю лаборантов. Они — залог успеха нашего центра. То, что они делают на своем сверхсовременном оборудовании и своими сверхсовременными методами, более недоступно нигде и никому в мире в аналогичных масштабах. Новости об ужасающих вспышках болезни быстро распространились по всем кабинетам центра. Смотреть на это было страшно. Я помню, еще в учебниках видел фотографии больных оспой. У нас было то же самое. Нам привезли идентичные фотографии. Такие нарывы бывают именно при оспе. Я работала в своем кабинете, когда кто-то постучал ко мне в дверь с вопросом, «Ты не слышал о необычных вспышках чего-то похожего на оспу?» Центр проявляет повышенный интерес ко всем вспышкам оспы. Однажды вирус натуральной оспы охватил все человечество. В 20 веке оспа убила почти 500 миллионов человек. Это больше жизни, чем унесла любая другая инфекционная болезнь. В 1979 году Всемирная организация здравоохранения констатировала, что вирус натуральной оспы полностью уничтожен. Оспу удалось победить благодаря международному сотрудничеству, совместным и слаженным трудом многих людей, а также благодаря своевременному выявлению, наблюдению и программам вакцинации. В 1984 году оставшиеся образцы вируса оспы были помещены в тщательно храняемые лабораторные хранилища. Одно в Атланте, другое в СССР. Но никто не проводил проверки того, уничтожен ли был вирус в хранилищах. Всегда есть риск того, что оставшиеся образцы будут использованы во зло биотеррористами как оружие. Мир сейчас очень сложен. Злоупотребление биологически опасными агентами всегда возможно, и следует помнить об этом и быть на чеку. Последний раз оспу лечили в 70-х, когда вакцинацию полностью остановили. Сейчас тоже очень много невакцинированных людей, подверженных заражению. В глубине исследовательских центров ученые принялись изучать вирус круглосуточно. Самым страшным предположением было то, что натуральная оспа, самое смертоносное заболевание в истории человечества, вернулось. Результаты исследования тканей семьи Кауцер показали, что она больная не натуральной оспой, но обезьяньей. Смертельное заболевание никогда ранее не встречалось в США. Вспышки обезьянной оспы чаще всего поражают людей и животных в Африке. Сразу же надо ответить на вопросы, сколько людей заболело, как распространяется болезнь, сколько смертей прогнозируется. Напряжение росло. Уже 14 человек со Среднего Запада страдали от ужасающей заразы. Предсказать, сколько людей еще переносили болезни, и сколько жизни она еще унесет, было невозможно. Патогены стремительно эволюционируют. Трудность в том, чтобы определить, как вирус или патоген поведет себя в новой среде. Вирулентность может возрасти, болезнь может стать более легко передаваемой. Это грозит смертельной опасностью для ее переносчика. От обезьянь оспы лекарства нет. Никто не знал, выживут ли девочки и другие больные. Все, что эксперты могли сделать, это отыскать источник заражения и устранить его, прежде чем оно распространится по всей стране. Для нас загадкой было то, как вирус попал к нам. Я заинтересовалась, откуда же возникло обезьянение оспы в Штатах. Той ночью я начала работать над поисками ответа. И я трудилась по 20 часов в день, 6 дней в неделю. Команда Санэпидемнадзора отправилась на Средний Запад, чтобы провести полевое расследование. Нужно было отыскать связующее звено между инфицированными. Нам стали задавать различные вопросы о том, с чем она контактировала, с какими объектами, с животными, лошадьми, ослами и так далее. Нам задавались сотни вопросов. Мы отвечали, что могли, но на наши вопросы у них ответов не было. Они так и не сказали, что собираются делать, каков будет их следующий шаг. Они просто не знали, что нам сказать. Пока ученые спешили отыскать источник заражения, все больше и больше жертв обезьяньи оспы поступали в больницы на Среднем Западе. Всего 43 больных в Семи Штатах подвергались смертельной угрозе. Эпидемию широко осветили СМИ. Правительство Соединенных Штатов сегодня приняло новые меры по предотвращению распространения вируса обезьяньи оспы, поразившей полсотни людей в 15 штатах. Паника распространилась по всей стране. Исследователи центра сузили область поиска. Поскольку этот штамм оспы переносит лишь животные и люди из Африки, ученые сосредоточились на изучении зверей, с которыми больные могли контактировать до заражения. Поиски завершились успехом. Обе маленькие девочки по имени Шайен недавно общались с одним и тем же экзотическим животным. На день матери мы купили двух сусликов. Назвали их Чаклс и Чуи. Шайен играла с сусликами, но один из них был похожим болен, и я велела ей отнести его в клетку. По дороге животное ее укусило. Врач спросил, где животное, и ответила, что оно уже умерло. Он почти обрадовался. В 800 километрах оттуда другой необычный грызун также был членом семьи Уилкинс. Я всегда хотела завести суслика. Мой муж Тим сходил на выставку лептилий, позвонил оттуда и сообщил мне, что там продаются суслики. И я сказал ему, чтобы купил парочку. Самец заболел через три дня, он начал чихать. Один суслик умер. За ним вскоре умер второй. Нам должны были вернуть деньги, если в течение недели с животным что-нибудь случилось бы, но я велела Тиму заморозить одного из них. Ученые подтвердили, что суслики в обеих семьях являлись переносчиками обезьянь и оспы, которые погибли. Исследователи уверились в том, что они нашли источник заражения двух девочек. Но оставались неотвеченные вопросы. Как американские грызуны заразились африканским вирусом? Как остановить его распространение? Вирус обезьянь и оспы не должен поражать американских сусликов, поэтому следовало изучить, откуда они прибыли и с кем еще могли контактировать. Большинство сусликов продается на блошиных рынках. Вскоре стало ясно, что нерегулируемый рынок — это рассадник заразы. Там продавались какие угодно рептилии, антиби, птицы. Все выставлялось прямо на столах. Можно было трогать животных, кларить их. Конечно же, никаких документов для большинства сделок не оформлялось в том месте. Представьте себя на месте тех, кто искал источник болезни, где бы вы стали искать след зараженных сусликов? Для животных продаваемых там практически не было никаких установленных законом правил обращения. В 2003 году ситуация была следующей. Люди видели животное в сети, если они желали его приобрести, и для того были все удобные возможности. На таких вот распродажах экзотических животных. Люди не понимали, что в большинстве случаев эти животные были не выведены продавцом, но пойманны им в дикой природе. В обход каких-либо правил экзотическое животное могло быть привезено в Соединенные Штаты из Азии или Африки и продано кому-нибудь всего через 36 часов после поимки. Это слишком малый срок, чтобы узнать, не заражено ли оно чем-то. Это та самая ситуация, когда источником заражения является животное, с которым многие могли контактировать, и никогда точно не определишь, кто мог заразиться. Непростое расследование привело экспертов на след продавца зараженных сусликов из штата Ленойс. Ученые обнаружили распространителя животных, переносящих болезни в штате Ленойс. Но еще следовало определить, как африканский вирус попал в страну. Прибыв на место, мы обнаружили ухоженный дом с аккуратным забором. Это не было похоже на рассадник какой-либо смертельной болезни. Хотя я подозреваю, что они ошиблись адресом, Дэрин вместе с напарником решили приблизиться к дому без защитных костюмов. Мы прошли в дом. Сразу же нам продемонстрировали пару сусликов и нескольких крыс. Стало понятно, что мы в нужном месте. Продавец привел исследователей в свой гараж. Дэрин стал свидетелем неожиданного зрелища. Эксперты немедленно облачились в защитные скафандры. Там был целый зоопарк. Я такого разнообразия экзотических животных никогда не видел. Среди сотен животных ученым нужно было определить те, которые более всего подходили в качестве переносчиков вируса обезьянь и оспы, привезенных из Африки в США. Затем надо было изучить, какие еще животные значились в каталогах продавца и откуда они были привезены. При сравнении списков только одно животное оказалось в обоих. Большая африканская сумчатая крыса. В исторической литературе содержится несколько упоминаний о том, что большая африканская сумчатая крыса может быть переносчиком обезьянь и оспы. Мы наконец выяснили правду. Основной подозреваемый был определен. Также известные как гамбийские крысы, африканские сумчатые крысы являются большими дрессируемыми грызунами, спрос на которых в Соединенных Штатах значительно возрос. Это животное довольно популярно в Америке, его в больших количествах сюда привозят. Поэтому подозрения пали на них. Они могли заразиться оспой еще в Африке. Инкубационный период прошел во время перевозки, а затем они вступили в контакт с другими животными на продаже. Накладная продавца содержала информацию еще восьми сотнях животных, перевезенных вместе с инфицированными. Следовало предполагать, что каждый грызун в той парте был потенциально инфицирован. Это означало, что необходимо было проверить 800 животных, где бы они находились. Стало понятно, что придется приложить еще больше усилий. Это был переломный момент. Центр Санэпидемнадзора запросил помощь у других работников здравоохранения в адресном поиске. Необходимо было уничтожить все восемь сотен потенциально зараженных животных. Вероятность заражения у тех животных была велика, коль даже суслики заразились. К сожалению, пожертвовать жизнями зверей было необходимо. Распространение грызунов нужно было прекратить, чтобы сдержать вспышку оспы. И если хотя бы одно из восьми сотен потенциально инфицированных животных вырвалось бы на свободу, обезьянная оспа могла бы разнестись по всей стране. Мы более годы очень внимательно следили за ситуацией, ожидая появления все новых случаев заражения людей в условиях дикой природы. Центр Санэпидемнадзора наложил эмбарго навоз африканских грызунов. Продажа сусликов также была объявлена вне закона на всей территории Соединенных Штатов. Однако нерегулируемые блошиные рынки, на которых продаются экзотические животные, до сих пор действуют. А тем временем в Индиане, шестилетняя Шайен Уилкинс, внезапно очнулась от комы. Когда она была в коме, я все время с ней разговаривала. Спрашивала ее постоянно, не хочет ли она поесть. Конечно, она не отвечала. И внезапно она повернула голову и сказала, что голодна. Я чуть не выбежала из комнаты, крича «Позовите медсестру!» Она очнулась, моя дочь очнулась и голодна. Через несколько месяцев физиотерапии Шайен вновь смогла ходить и полностью выздоровела. Сейчас Шайен 13 лет. Через 7 лет у нее не осталось никаких побочных эффектов. Она здоровый подросток, прекрасно себя чувствует. Она берет себя застенчиво, очень тихо. Хоть Шайен все так же любит животных, она больше не хочет стать ветеринаром. Теперь она мечтает стать физиотерапевтом. Я предпочитаю об этом не говорить. По всем новостям об этом рассказывали, я теперь знаменитость. Но мне этого вовсе не нужно. Висконсине Шайен Каутсер также выиграла свою битву с обезьянью-успой. Когда я стала лучше, я подумала, что какое-то из лекарств должно быть сработало. Но врачи сказали, что она сама поправилась. Суслики классные. Но еще одного я ни за что не заведу. Кожа обеих девочек зажила. Но душевные шрамы остались у всех. Смириться с тем, что твоя дочь умирает, а потом увидеть, как она выздоравливает, это заставляет по-другому взглянуть на все. Совсем по-другому. Никто из 71 инфицированной обезьянью-успой не умер. Эксперты связывают столь высокий процент выздоровления с пониженной вирулентностью штамма и качественным здравоохранением в США. На данный момент известны два штамма обезьянью-успой. Центрально-африканский и восточно-африканский. Первый значительно более опасен, чем второй. Нам повезло, что до США добрался восточно-африканский штамм. Отсутствие погибших — это очень большая удача. Мы вовремя определили причину заражения и устранили ее. К сожалению, купить грызуна из Южной Африки и Азии можно до сих пор. Это, однако, не лучшая затея и за риск от них заразиться чем-либо. Нам следует не забывать о проникновении подобных забоеваний в Америку. Инфекции склонны к изменениям. Предсказать, какой будет следующая эпидемия, очень сложно. Мы привыкли к тому, что побежденные болезни не возвращаются. Попав в США, они здесь и остаются, не появляясь вновь. Надо быть готовыми.